Доброе утро! Почему важно изучать китайский язык? Знаете, 15 лет изучали все английский и французский, ну немецкий в лучшем случае. Последние три года такой ажиотаж по поводу китайского, это действительно самый ближайший и самый перспективный наш сосед. И родители, многие имеют там бизнес, многие ездят отдыхать, либо там пытаются устроить какие-то коммуникации, это перспективно. И многие родители понимают, легче детей научить, чем научиться самим. Совершенно верно. И в этом смысле мы вот уже в три года, в третий год с Валентиной ввели в нашем центре прямо с первого класса обучение китайскому языку. И детям очень нравится. А родители беспомощные, они не могут проверить, они не могут понять, что делают дети. А дети двигаются поступательно. И вот мы хотим сделать даже международный центр. И с пятого класса, с первого класса он у нас идет по выбору, а с пятого класса уже будет в программе «Умко-бизнес-класс» включен в еженедельную, два раза в неделю программу. Татьяна, ну вообще дети охотно учат китайский язык, все получается или все-таки это невероятно сложно? Вы знаете, у нас очень увеличился поток любителей китайского языка, вот благодаря Валентине, потому что это не только язык, но это и культура, это история, это очень много традиций, церемоний. И вот в первом классе у нас ажиотаж, больше 20 учеников, которые вот хотят учить китайский язык, и получается у них это здорово, интересно, можно посмотреть. У нас есть возможность прям непосредственно у ребят спросить, нравится вам изучать китайский язык? Да. Ребят, нравится? Да. А как будет по-китайски «да»? Да, нравится? Мы еще не изучали. Ши, не изучали, ши. Ну давайте дадим слово профессионалу Валентине. Валентин, скажите, пожалуйста, вот из чего начинается обычно занятие у вас, как все происходит? Ну, как правило, начнем. Разогревать надо язык, потому что это же прям можно реально сломать, ну или, по крайней мере, сведет что-нибудь или нет. Ну да, нужна такая фонетическая зарядочка в самом начале, мы как раз начинаем с того, что мы здороваемся друг с другом, да? Вот, допустим, давайте по порядку, да? Тонсуэ хао. Пошэй хао. Ни дяо шэнма мингзи. Бо дяо софе. Угу. Бо дяо. Ни дяо. Бо ни дяо шэнма мингзи. Бо дяо, Валентина Игоревна. Ни дзенма ян. Я как в китайском бодрике оказался. Да, это мы представились друг другу, да? Поприветствовали, назвали своими и сказали, как дела, да? Давай, Ян, с тобой. Тонсуэ хао. Лао ши хао. Ни дяо шэнма мингзи. Во дяо, Яна, ни дяо шэнма мингзи. Во дяо, Валентина Игоревна. Ни дзенма ян. Во хао дзил. Угу, говорят, что у них все хорошо. Хао дзила. Ага. Тонсуэ хао. Лао ши хао. Ни дяо шэнма мингзи. Во дяо, Валентина Игоревна. Ни дзенма ян. Во хао дзила. Что такое лао ши хао? Лао ши хао. Здравствуйте, учитель, да? Я им говорю тхонсюэ хао. Здравствуйте, учитель. А надо так делать, Валентина? Да. Ну, мы не делаем. Они мне говорят тхонсюэ, я им говорю тхонсюэ хао. Здравствуйте, ученики. Ученик, да? А вот зачем ребята держат кисточки, тушат какие-то китайские иероглифы? Вы тоже учитесь рисовать? Да, мы на занятиях на наших... Писать, Роман. Да. Рисовать или рисовать? Иероглифы пишут. Ничего себе он. Мы занимаемся каллиграфией. Угу. И мы хотели сегодня как раз с ними написать, здравствуйте, да, привет по-китайски. Привет по-китайски. Да, привет по-китайски. А привет по-китайски состоит из двух иероглифов. Да, первый иероглифы это... Ни. Это один иероглиф. Это не два иероглифа. Это все один иероглиф, да. Это пока только один. Спttale. Я думал, пять иероглифов. Да, на самом деле это только один. Читается «не», означает «ты», «тебе». И второй иероглиф «хао» означает «хорошо». Ты хорошо, привет. Да, когда говорят «привет» или «здравствуйте», желают вам здравия, хорошего дня. И в китайском языке то же самое, говорят «здравствуйте вам». Они фиксируют сам момент уже, что уже все хорошо. И мы как раз хотели сегодня попрактиковаться, написать тушью. Сначала нам нужно тушь набрать на кисточки. Это какие-то специальные кисточки? Да, это специальные каллиграфические кисти. То есть у них специальный ворс, который позволяет удерживать и набирать тушь. То есть если набрать достаточное количество, она не будет с него капать. Вот сейчас могут мамы переживать, как стирать блузки девчонкам. Мы с ними это все обговаривали, что это все у нас чисто. Не надо вот этого огромного количества брызг. То есть просто обмахиваем. Кстати, Гоша еще. Да, еще Гоша нужно. Набираем. Как по-английски, господи. По-китайски тушь. Тушь. Мо. Мо. А сколько получается, ну, если вспоминать, как мы изучаем английский язык, первое, с чем ты сталкиваешься, там какие-то основы произношения и алфавит. А, б, с, и, 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 и. Каждый иероглиф означает определенное слово, определенный термин. Да. Ну, то есть всех около 80 тысяч, на самом деле. 80 тысяч. Но все не нужны. Ты знаешь, какому возрасту можно освоить хотя бы 2 тысячи иероглифов? В принципе, если заниматься усиленно, 2 тысячи – это пара лет учебы. В год по тысяче? Да. Но там же можно, вредненно, понять какую-то механику и потом самому собирать эти все иероглифы? Да. На самом деле, даже в этих иероглифах можно уже понять достаточно такой большой смысл, потому что вот этот ключ, да, графема, то есть каждый иероглиф состоит из графем, да, есть графемы ключи, которые имеют значение, и графемы фонетики, которые дают именно чтение. Вот, например, если мы возьмем вот эту графему, это стоящий человек, да, это у нас стрела. То есть, когда мы, допустим, говорим «ты», мы смотрим на кого-то, да, делаем зрительный контакт, получается, как бы направляем с вами взгляд на кого-то, да, и «хао» состоит из двух графем. Ну, на букву «ха» похож, первая. Ну, да, что-то есть такое. Да, это женщина, да, то есть это графема женщина и графема ребёнок. То есть хорошо, это когда у мамы есть ребёнок, да, у ребёнка есть мама. То есть, подождите, получается, что ребята сейчас написали «привет», но при этом они выучили ещё четыре символа. Да, да. То есть это очень помогает. А сколько вот китайские ребятишки в китайской школе учатся, чтобы научиться, я не знаю, писать хотя бы, там, не знаю, ну, достаточное количество слов, 10-15 тысяч? Ну, они это делают очень долго и продолжительно, то есть им дают, допустим, какое-то количество иероглифов. Дома их нужно просто сидеть и прописывать, да, без удовольствия, в тетрадке, писать, писать, писать этими линиями. Вот, а мы это как-то превращаем, да, больше такой. Учитель, мы готовы. Хэнхао. Отлично. Хэнхао. Хорошо. Хэнхао. Хэнхао. Отлично. У всех получилось? Да. То есть ещё очень важно писать по определённому порядку, да? Демонстрируйте свои работы. Поднимайте. Ну, здесь всё слева направо, как в русском языке пишется. Да, раньше они писали по-другому, да? Гоша три готова? Да, сейчас Гоша последнее сделает. Гоша мечтает открыть типографию. По производству иероглифов, да? Ну что ж, можно сказать, что китайский язык не такой сложный. Мы с Антоном только что в этом убедились. Поэтому учите китайский, это в Красноярске наверняка всем пригодится. Последний маленький вопрос. С какого возраста рекомендуется изучать вот её китайский язык? В принципе, как все языки, чем раньше, тем лучше. Ну, вот как мой опыт, я, например, начала изучать его в 18 лет. Дети его сейчас начинают... Соня у нас самый младший учёный, да, китайского языка. Сколько тебе сейчас? Семь, да? Начинала с шести, получается. И уже получается объяснять какие-то основы, тут же нужно понимание. Круто. Я уверен, что это прокачивает невероятно мозг, потому что когда ты изучаешь язык, это сказывается и на определённых отделах своего головного мозга, как мы помним все из фильма, который я забыл, как называется. Спасибо большое, уважаю нашу программу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok